Вот уже пять лет Ульяновской области полноправный участник с российского турнира «Золотая шайба». Пять лет на ледовых аренах региона мальчишки бьются за награды турнира, который в свое время подарил стране и миру легендарных хоккеистов. Среди них нападающий Александр Мальцев и голкипер Владимир Мышкин, защитник Вячеслав Петисов и форвард Владимир Крутов. И, конечно, самый знаменитый страж ворот Владислав Третьяк. Я играл, кстати, в нападении. Вот, играл за школу, за свою, за свою школу. И я помню, впервые я играл в финал в Лужниках. Вот, потому что мы все время на открытых площадках играли. Я никогда это не забуду. Вот, хотя мы проиграли, второе место заняли, но я вспоминаю, что это очень важно, что мы всем классом, мы специальную форму сами шили ее, сами там рядили, фамилии себе рисовали, вот, на форме. Виталий Прохоров также прошел школу золотой шайбы. В 1992 году в составе сборной СНГ он стал олимпийским чемпионом и вошел в число избранных. Играл в НХЛ и КХЛ, а сегодня тренирует в Москве. Изредка комментирует хоккей на ТВ и в регионах дает мастер-классы юным хоккеистам. Самое простое. Мы как бы разомнемся, ребят, самое простое. Делимся на две группы. К примеру, одна пятерка стоит там, другая там. Меняем сторону. Понятно, да, что я говорю? Нет? Супов. Супов? Нет, смотрите, супов очень простой. Первый, второй. Чтобы слева и справа у вас было. Это первое. В Ульямск Виталий Прохоров приехал аккурат к турниру «Золотая шайба». Сначала провел семинар с тренерами областной хоккейной школы, которая открылась чуть больше года назад. Говорили, конечно, о том, как из мальчишек сделать добротных игроков. А потом Прохоров и сам вышел на лед, чтобы не на словах, а на деле показать, как надо проводить разминку перед играми. Мастер-класс длился 20 минут, но его участники выложились на 100%. Мне запомнилось больше всего красивое пробивание буллита и хорошее упражнение, которое можно использовать перед игрой. Оставшуюся часть занятия посвятили двусторонней игре против ветеранов ульяновского хоккея. Прохоров феерил за молодежь. Его команда победила с разгромным счетом. Одну из шайб ворота соперника Прохоров забил славанным проходом через всю площадку, подтвердив, что находится в прекрасной спортивной форме. Наверное, это надо спрашивать ребят, насколько это полезно. Я лишь для себя скажу, когда я рос и приходил кто-то великий, то мы гордились. У нас зарождалось семя, и это нам давал толчок расти дальше. Полтора часа общения со знаменитым хоккеистом пролетели словно один миг. Прохоров уехал, но обещал вернуться, если еще раз позовут. А фоке-лидер продолжились баталии золотой шайбы. Организаторам предстоит разыграть путевки на финальный турнир еще в одной возрастной группе. Михаил Рассашанский, новости ульяновской правды. КОНЕЦ